Ладно, у Сэм сегодня было много, поэтому надо его разбавить, слабо, чуть-чуточку. Да, добавим еще немножко в Сэм. Тема, которая, наверное, для ОСМ это самая ужасная, которые так ненавидят ее. По поводу всяких подложек и другой базовой картографии. Тема, которая, конечно, уже такая завеченная очень сильно, но у нас просто много всяких новиночек было с последнего времени, и сегодня такой технический инсайт, потому что официальный релиз будет только в четверг. Ну, часть завтра и часть четверг. Поэтому сегодня кто соизволил прийти, те увидят все остальные в четверг. А вообще откуда пошла эта история и вообще с чего все это началось? Наверное, все GIS, да, пользовались? Ну, пара человек точно пользовался. Вот. И все, наверное, хоть как-то там базовую картографию, юзают. И я специально вот открыл этот плагин, плагин 690 тысяч скачиваний. Если там даже посмотреть по статистике, это не просто, скажем так, какие-то эфемерные 690 тысяч, а 340 тысяч только за, ну, грубо говоря, год с копейками. Фактически это вот реальная цифра, сколько ее скачивают пользователи. А подложками вообще, наверное, пользуются не просто все, а каждый, кто работает хотя бы с GIS данными, хоть как-то. Да, и точно так же, когда появился плагин, мы тоже так его радостно приняли, что вот, теперь OSA можно добавлять там подложку OSA одним кликом. Все было хорошо, Ром, это того, пока мы не начали им пользоваться, потому что это глючная вообще подделка, которая там рисует в браузере, который скрыт где-то на заднем фоне, а потом картинку возвращает тебе в QGIS. Особенно на медленном интернете это была боль такая, страшнючая фирь. Совершенная, она не кэшировалась и никак не управлялась вообще. Ну и другие прелести этой штуки, там тоже были, работа с прокси там и другие вещи. Но статистика говорит о том, что это один из самых популярнейших, вообще плагинов, которые есть в QGIS, и не поспоришься этой статистикой. При этом, самое что интересно, этот плагин, он не в списке избранных, по-моему. Да, он не в списке, скажем так, избранных, хотя очень странно. Автор тоже очень известный. «Сурсболк, ребята, перестали». Вот, и нам все это в один момент надоело, и было принято решение, что все-таки надо что-то с этим делать. Мы написали свой плагин, который уже все-все-все давно знают, но он несколько отличается от предыдущего. У нас, хотя всего 50 тысяч скачевый, и я думаю, что он значительно меньше распространен, чем OpenLens, но нам кажется, что он чуть-чуть удобнее пользоваться, чем OpenLens. Этот плагин сначала преследовал одну только цель – быстро добавить подложку в один клик, и, по-моему, это было только WSM. В первой версии там три или четыре подложки все работало. И все было хорошо, все работало или так вот, не надо было париться ни с чем. Вот, а потом это начало все как-то страшно расти, это там десятки подложек, после этого выросло до, скажем так, до базовых подложек, потом Contrip подложки, которые нам стали присылать пользователя, частично, частично мы сами тоже в Contrip били. И это все разрослось примерно до 80 подложек, которые ставят трудноуправляемые, и вообще стало очень интересно всем этим пользоваться. И, в конце, у тебя есть ГИРА и ГИС? Как у тебя можно выписывать? Это два работы. Гитальдов. Нет. Нет, нет, что-то бывает. 2.14 нормально? Ну, саму тоже. Там, по-моему, даже КМС поставил. Да. Какая-то старая версия. Ты это можешь узнать? Это не важно. Это старая. Да, ну вот базовых подложек, вот у нас тут все. О, да, ну там вообще это уже такой дальнейший, даже настройок еще нет. О, да. Я только не объявили. Да, да, да. Можно обновить, наверное. Ну, ладно. Это все очень важно. Сейчас, если его открыть свежий, то на этом разрешении список даже групп будет больше, чем размер 2K. Это стало крайне такой неудобной хреновиной, которой теперь пользуются действительно долго и вспоминаешь, а где вообще материн был закопан. Потому что там всякие Росринъестры, Яндексы, Гуглы и всякие другие и потребуют вещи, которые там, ну, которые активнее занимаются зато другими. Вот. Ну и другая часть, вернее другая проблема, которая нас так догнала уже сейчас, это то, что нам стало хотеться сильно, чтобы все эти там обложки мы имели не только в фугисике, но и в вебе, и в мобильном, и везде, где только можно. И, ну, это такая идея фикс стала. Мы долго думали, что же сделать, и решили сделать все по-правильному. И поэтому мы сделали такую новую штучку, которую назвали... Нет, это не одна. Ну вот. Теперь поди переключения. Мышка в левую реакцию, в левую реакцию. Мы сделали такую штучку, которую назвали QMS-сервис. Это некая база всех подложек, ну, как мы теперь их называем, это гео-сервисы, которые собраны в одном месте, редактируются в одном месте. Их можно искать, их можно фильтровать и так далее. Но все это теперь у нас на сервере, а не в фугисике, как было раньше. Теперь тоже тихий ад с гитхабом, когда, чтобы добавить новую подложку, надо было делать коммит, когда пользователи не понимали, что такое гитхаб, и это была проблема, конечно. Вот. Эта штука, в принципе, достаточно простая технически, но полезна для всего остального. Сейчас загружено у нас 90, по-моему, всяких разных гео-сервисов. А, забыл сказать, у нас же в последней версии, которая, я не знаю, она была выпущена или нет в QMS-плагине, мы стали добавлять теперь не только TMS, VMS-подложки, но еще и VFS-ресурсы или GeoJSON-ресурсы. То есть там теперь можно стало работать с вектором, подгружать его быстро, там, удобно, там, т.д. и т.п. Соответственно, здесь тоже, ну, где-то порядка сотни ресурсов, которые мы сейчас добавили, уже есть в основном на контрибе, который был для QMS-плагина. Мы ввели в базу, но, к сожалению, без переводов и без всего остального. Вот, и сейчас мы, скажем так, работаем немножечко над функциональностью этой штуки. Как, вообще, для чего, вернее, для чего понятно вопрос, как можно ко всем этим ресурсам получить хоть какой-то доступ? Потому что подложить тут номер, все они с очень странными лицензиями, типа неизвестными. Как можно получить специально, скажем так, вообще этот сервис начался даже не с этой странички, а начался именно с API. API проработано, хоть более-менее, хоть как-то, и уже на данный момент там поддерживают достаточно много методов. Например, можно там отфильтровать по типу, запросить там только DNS-подложки. Можно отфильтровать, запросив только там подложку 38, 57 или 43, 26, например. Или ягодцы отфильтровать там по 33, 95. Можно искать с подложки по названию, по описанию и так далее. Можно говорить, там, списком, страницами, там, линитом, сфильтровать, не знаю, делать какую-то сортировку. Ну, это все вещи, которые, на самом деле, на самом интерфейсе сайта этого нет. Потому что там, на самом деле, и не нужно. Навряд ли кто-то будет через сайт. Конечно, можно зайти и, там, не знаю, попробовать, посмотреть, что это за ресурс. Ну, допустим, не знаю, там, что-нибудь с транспортом связанное. Можно открыть, посмотреть, что это за подложка, превьюшка. И какое-то описание этой штуки можно получить. Но вот так вот с сайта, это ничего с этим сделать. Поэтому API, на самом деле, более важно, и, как я уже говорил, мы над ним работали больше. Что позволяет... Ну, API позволяет вытащить вообще всю базу. Все подложки, все иконки, там, не знаю, и так далее. Сейчас API полностью публично, никаких приватных частей не нету. Поэтому... Ну, и вообще, и сайт доступен без регистрации, без ничего, там, без всяких каких-то штучек. Но API, и сайт, бесполезно, если нет клиентов. Но, к сожалению, QGISIC я вам новую не покажу. Где мы сделали новую версию OMS plugin, в котором уже можно работать не только со старым вариантом, где было меню страшное, где нужно мне что-то искать. А там тоже только одно поле ввода — это поиск. Все остальное там уже, скажем так, не нужно просто потому, что выводится список, и списком можно одним криком добавить на карту. Вторую вещь, которую мы сделали, ну, конечно же, мы пока, скажем так, то, что нам ближе к телу, мы то и делаем, мы сделали в своем мобильном положении. Windows Mobile, интеграция тоже с этим сервисом. Теперь, если кто-то, если вдруг кто-то случайно пользовался Windows Mobile, то он знает, что там добавить подложку было ужасно тяжело. Это было поле ввода текста, куда надо было забить URL с XYZ. Ну, теперь это, к счастью, не нужно, появляется красивое окошко, наверное, тоже вам показалось, где есть поле ввода, где можно точно так же быстро найти, быстро кинуть на карту. Ну, и есть у нас еще разработка, но у нас совсем экспериментальная, которая позволяет там в NetSuite тоже использовать все эти подложки, именно подложки в тех контролах, где ресурсовы карты. Ну, не знаю, там, что у нас в спутник. Так, я вот так спутник не видел. Видно вообще что-то? Что-то видно. Ну, и вот сегодня мы в целях тестируем, там, загружали некие bio.json. От станции мониторинга воздуха, как в Валдельфе. Ну, и вот как можно только всего получить. Скажем так, подложку и вектор из открытых источников. То есть это в этом сервисе написана ссылка на bio.json? Да. А клиент уже грузит непосредственно в его. А тот сервис он bio.json отдает по ладу-боксу или весь? Нет, как правило, вот все-таки ссылки к bio.json это просто весь набор данных, которых можно скачать разно. Тем более, учитывая, что Pugis, насколько я помню, в ядре он не умеет обрабатывать, ну, запрашивать каждый раз новые экстенты. Он всегда получает, если он с гео.json работает, весь скоб работает в памяти. Поэтому вообще гео.json в Pugis крайне фигово работает. Даже если в Pugis добавить протокол гео.json, то... Все равно он получится все разным. Есть варианты, когда добавлять, например, VFS в сервер. Можно выбрать формат JSON. Но, насколько я помню, там тоже все равно происходит кэширование. И Pugis до первой правки будет этот VFS полностью угрызать в памяти. Вот. Что еще? Что еще? Что еще? Да, про данные. В сервисе мы сразу там предусмотрели VFS, VMS, Eugison из новых. Но пока они достаточно простенькие и, наверное, не досягивают даже в блоки на VMS. Но мы надеемся, что скоро мы это догоним и перегоним Африку. Вот. Что есть из подобных вещей, скажем так? Как вообще в мире и что использовалось? Почему? Почему мы вообще изобрели этот супер-мегавелосипед на двух колесах? на самом деле есть куча всяких сервисов, серверов и протоколов, однозначенных специально для каталогов. есть даже GSI стандарт, каталог, веб-сервайз, по-моему, CVS называется, да. Это специальный протокол, по которому можно обратиться к серверу, к учителю, искать там по этому каталогу и получить назад. Есть куча стандартов, метаданных, которые предполагают, что там вы можете там записать, сделать описание своих данных, любых причем. там высо стандарты, гостовый стандарт, американский, не помню как он называется, стандарт специальный метаданных тоже. это все можно сделать и выложить точно так же на всякие геопорталы, которые, например, в геолазере в свое время много, на которые тоже не прижились. ну и вот сейчас, наверное, такая новая тема, это всякие каталоги открытых данных, построенные на ЦК, там и других решениях, на ЦК, наверное, самых известных сейчас, где можно точно так же там с подсмотром, с хорошим поиском, можно поискать в этих данных. ну и плюс всякие там недосайты, которые там делают наше правительство, на которых нельзя ни посмотреть, ни поискать. даже получить за регистрацию тоже ничего нельзя. вот. зачем изобретать этот велосипед, если есть более-менее приличный ЦК, хотя вот Денис на него сильно ругается, он залез в отраха и кое-как вылез в живой. на самом деле причина только одна. основная цель всей этой штуки, это то, что пользователь должен иметь возможность все сделать в один крик. и он должен примерно понимать, что он хочет, и одну плюсковую строчку, больше ему ничего не нужно. всякие циканы, там, знаю, mos.ru, data.ru, 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 они все этого не позволяют. и, наверное, никогда уже не позволят, просто потому что у них как раз цикан. это движок сайтов для публикации дактологов открытых. ну, как правило, открытых, хотя вы говорите, для открытых используете. вот, ну, то есть... аббревиатура какая-то, да. ну, достаточно известно, да. если кто вот варится, вот открытых, да. ну, там, цикан — это единственное применимое решение для всего. для всех. ну, все. двойка сдохла. да, я сказал, что основная цель — это сделать быстрым и удобным добавление, да, для позиции. потому что даже цикан, он все-таки не рассчитан для того, чтобы быстро что-то найти и добавить на карту, тем более. такого нету, к сожалению. ну, да, цикан, он не особо за то, что там гео нужный, то есть на бизнес гео расширения, но... ну, да. это, так сказать, некая вспомогательная функция, то есть основная, там, не гео, да. ну, да, там просто обрученные наборы, да, какие-то. вот, что дальше, что мы планируем сделать дальше, потому что, на самом деле, это даже не первая версия какая-то бета пока. мы планируем, что этим все-таки будет очень удобно пользоваться, пользователи со страшной силы начнут этим пользоваться и будут пользоваться не только возможностью как-то так получить и быстро применить в своих клиентах, там, наложить данные, и использовать данные, но еще будет хоть какой-то фидбэк там давать в виде тех же самых новых наборов данных, ну, скажем так, ссылок на наборы данные, то есть мы планируем дать возможность пользователю также в один-два клика добавить новый источник, собственный, который, там, он потом во всех своих клиентах сможет использовать. еще один момент, который я забыл, да, что нас не устраивало просто в плагине и других вариантах типа битхаба, это то, что какие-то, там, эти форматы не применимы для растаскивания по всем своим клиентам. API, REST API, оно позволяет, ну, наверное, практически все клиенты, которые есть, завязать на сервисы, можно будет там все свои любимые подложки хранить и больше не записывать где-нибудь там в текстовом файле хорошую дачную ссылку. Следующий вот этап у нас именно в плане взаимодействия с пользователем, это как раз возможность добавлять так называемый в открытый список, когда пользователь сможет, у него будет интерфейс, но, конечно, будет модерируемая возможность это добавление, пользователь будет набивать свои какие-то параметры, WMS, WFS, там, джейсона и отправлять это на модерацию, если он подтверждает, он сразу попадает в общественный список, если он действительно там, я не знаю, всегда будет попадать в общественный список. А следующий уже этап после первого, это возможность иметь приватные подложки, ну, вернее, ресурсы, как-то геосервисы, когда пользователь сможет... Та же подложка на моей же машине. Да, в принципе, где находится там подложка или ресурс... Частная, значит, вот она не откуда этот сервис с сервером идет, а отсюда же? Нет, ну, смотрите, чаще всего, наверное, это бывает, когда у вас есть некий корпоративный, там, картографический сервис, там, не знаю, где хранятся, опять же, все эти данные, но это закрыто сети, либо там VPN, либо еще где-то, который недоступен извне, но вы хотите, чтобы вы точно так же в QGIS могли его быстро добавить, либо там в мобильном добавить, и чтобы это у вас все эти закладки были в одном месте. Это будет, но это будет только в приватной части.